Добрый день Значит, основная тема это стандарт веб-доступности в ЦАК 2.0 Но чтобы, ну как мне представляется, было понятней ценность вообще этого стандарта Буквально скажу несколько слов вообще об истории данного вопроса в России Вопрос обеспечения доступности или равного доступа к информации в сети интернет И потихонечку как бы уже перейдем к самому обсуждению этого руководства доступности стандарта Значит, ну если есть здесь люди, которые пользуются интернетом довольно-таки давно С 97-го года прошлого века То, наверное, помню, что сначала были простые неказистые странички без всяких интерактивов Так называемого Веб 2.0 и так далее И тогда больших проблем вообще в доступе к информации кому бы то ни было Их не было Основная проблема в доступности это непосредственно наличие интернета И так получилось, что Что сам Сам информационно-коммуникационная технология Компьютер, интернет Они неожиданно стали Средством Ну, с одной стороны Средством реабилитации Если можно так выразиться С другой стороны Инструментом Которые позволили инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья Иметь доступ к информации Иметь работу Иметь инструмент для работы И Может быть это покажется смешным Но первые, кто Ну вот если брать Пользователи с инвалидностью Первые, кто Не только получил доступ в интернет Но и Стал активно Использовать Это были Пользователи с нарушением зрения Еще в 91-м году Когда Была такая сеть Как Фидонет Появились первые программы Экранного доступа Которые, собственно говоря Позволяли Прочитывать вслух Или выводить на дисплей На бралевский дисплей Ту информацию Которая Отображается на экране И Вот можно сказать Что с одной стороны С 91-го года С другой стороны С 97-го года Когда интернет стал Таким Ну не роскошью А Средством получения Информации Пользователи с нарушением Зрения Активно Стали осваивать Интернет-пространство И Где-то С 2008-го года Ну активно Пошло Движение За обеспечение Равного доступа К информации В рамках Международной конференции Ривкип И аналогичных Площадок С просьбой К игрокам Интернет-отрасли Сделать интернет Доступным Сделать ту информацию Которая Есть В интернете Которая Выкладывается Доступной То есть Такой Которая Которую Которую Могли бы Прочитать Все пользователи Вне зависимости От Имеет нарушение Зрения Не имеет нарушения Зрения Не имеет нарушения Слуха Не имеет нарушения Слуха И так далее И там подобное И И где-то Ну вот уже Там Благодаря Дмитрию Сатину Компании Юзабилити Лаб И Другим Компаниям Которые Отстаивали Именно Юзабилити А не Аксессибилити Часть Встал Вопрос О том Что Ну и Стандарт Собственно говоря Об этом Говорит О том Что Пользователи Которые Имеют Ограничения В доступе К информации Это не только Люди с инвалидностью Которые Там не видят Не слышат У которых Нарушение Опорно-двигательного Аппарата И так далее Но это Условно-здоровые Товарищи Которые Пользуются Интернетом Получают Информацию Из сети Используя Планшеты Мобильные Телефоны Которые Используют Мобильный Интернет Как оказалось У них Проблемы Технического Плана Но Они По своей Сути Примерно Точно Такие же Не могу Прочесть Не могу Открыть Ссылку Не могу Отправить Там информацию Используя форму Обратной связи То есть По большому счету В итоге Проблемы Практически Оказались Одинаковые И И вот То что Началось Вернее Продолжилось В 2008 Году Нашло свое Какое-то Завершение Но опять-таки Это еще не Завершение Но Свой выход В нормативно Правых документах Это радует Значит Это Приказы Минкомсвязи Это Третий Слайд Которые Обязывают Сделать Информацию Доступной И Здесь Собственно Которые Сможете Сейчас Видеть На экране Название Приказа Значит Помимо Того Что Ну Сам Сами Приказы Вот их Здесь Два Они Не Не В полной Мере Относятся К Интернету Поскольку Министерство Занимается Массой Других Вопросов Но Тем не Менее Здесь Есть Отдельные Пункты Которые Касаются Разных Групп Пользователей С Инвалидностью Так Значит Вот Два Приказа Это Обязательные К Исполнению Дальше Идет ГОСТ И Собственно Говоря Сам ВЦАК ВЦАК 2.0 Это Рекомендуемые Стандарты Которые Не Обязательны Но Желательны К К Применению К Исполнению К Внедрению Значит И вот Собственно Говоря Значит Вот эти Приказы Минкомсвязи Они Они Привязаны К программе Доступная Среда Если кто Знает Об этой Большой Программе Которая Включает В себя Не только Там Социальное Обеспечение Финансовое Там Архитектурную Доступность Но и Доступность Информационную Так И Здесь Собственно Говоря Вот Пункт 1.5 Это Обязательно Обеспечить Доступность Сайтов Органов Государственной Власти Для Инвалидов По зрению Здесь Опять-таки Чуть-чуть Отойду В сторону Для того Чтобы Немножко Было Понятно К сожалению В нормативно Правовых Документах И как следствие В головах Тех Кто Реализует Различные Интернет Проекты Как государственные Так и частные Существует Одна Маленькая Но очень Существенная Путаница С одной С другой стороны В документах В документах Говорится Об инвалидах По зрению В Госте Р-52 872 2012 Года Тоже Говорится Об инвалидах По зрению И Многие Я думаю Видели На сайтах Есть Одна Такая Замечательная Ссылочка Версия Для слабовидящих И вот здесь Вот Собственно Говоря И Находится Самая Большая Заковыка В основном Все Рекомендации Все Все понимания Того Что рекомендовано Идет То есть Рассматривается Как для человека Который Слабовидящий То есть Видит Но Не так Как Ну там Очки Носит Чуть Чуть Хуже Видит Чем оно Должно Быть И Соответственно Отсюда Возникает Ряд Проблем Потому что Когда В 2012 Году Я Себе Оформлял Загранпаспорт Через Замечательный Портал Государственных Услуг Я Сперва Писал В тех Поддержку С просьбой Сделать Что-нибудь Потому что Я не могу Заполнить Регистрационную Форму И когда Я объяснил Что я Пользователь С нарушением Зрения Я слепой Я пользуюсь Программой Экранного Доступа У вас Не работает Форма Я не могу Сам Оформить Себе Паспорт На что Мне резонно Ответили Для вас Есть версия Для слабовидящих То есть Они разницы Не видят В итоге Когда Все мои Вся моя Переписка Закончилась На На уровне Человека Который Собственно Говоря Реализует Ну на тот Момент Реализовывал Проект Портала Госуслуг И Мы с ним Встретились И Я Продемонстрировал Что я могу Чего я не могу Сделать Объяснил Что Хоть у меня Есть нарушение Зрения Но я не являюсь Слабовидящим Только Тогда Было Принято Решение Что Действительно Что-то Нужно Изменить И Та версия Для Слабовидящих Которая Была На тот Момент Это Черно-белый Фон Это Размер Шрифта 30 Что Это Не Есть Решение Проблемы Реализация Доступа К информации Для Пользователей С нарушением Зрения И Те Те Ну То Что мы Смогли Сделать И Реализовать Какие-то Элементы Доступности В конце 2012 Года По Замерам Оказалось Что Повышение Количества Не Тех Кто Зарегистрировался А тех Кто Прошел Регистрацию То есть Авторизовался И Хоть Один Раз Воспользовался Порталом Государственных Услуг Это Пользователи Возрасте 45 Плюс Это Услуги Там По Социальному Направлению Увеличилось В Четыре С Половиной Раза Это Были Миллионы Пользователей То есть Здесь Эффект Оказался Налицо Но Причины По которым Нельзя было Сделать Все От и до Чуть Чуть Попозже Вот Соответственно Так Рекомендации Которые Необходимы Пользователям С нарушением Слуха Здесь Немножко Попроще Здесь В основном Касается Дублирование Текстом Аудиоинформации Будь то Чисто Аудиофайлы Будь то Видеоролики То есть Это Субтитры Либо Стенограммы Значит Нарушение Опорно-двигательного Аппарата Здесь В основном Обеспечение Доступности С одной стороны Уходит В область Обеспечения Периферии То есть Это специальные Джойстики Специальные Клавиатуры Но Что касается Именно Веб-интерфейса Проектирования И Каких-либо Решений Это Естественно Такие вещи Как Увеличение Поля Для того Чтобы Если у человека Тремор Рук Чтобы ему Не нужно было Целиться В маленькую Область Мышкой Чтобы область Клика Была увеличена Чтобы не было Бегающих Перемещающихся Иконок И так далее Так Еще есть Такая Группа С ними С одной стороны Проще С другой стороны С ними Тяжелее всего Это Пользователи С когнитивными Нарушениями И Отчасти К ним Относят Пользователей Пенсионного Возраста И старше С одной С одной С одной Рекомендуется Создавать Специализированные Ресурсы С другой Стороны Рекомендуется Использовать Упрощенный Текст Но Надо Понимать Что Это Именно Рекомендация А не Руководство К действию Потому что Например Ну Нельзя Там Допустим Весь Консультант Плюс Ну как Пример Да Сложные Юридические Формулировки Переложить На Простой Человеческий Язык То есть Соответственно Это Применимо К тем Разделам Сайтов К тем Сайтам Которые Направлены Именно На данную Категорию Пользователей То есть Ну Например Если Это Сайт Департамента Соцзащиты То там Конечно Чем проще Инструкции Чем проще Объяснения Тем Оно Будет Лучше И правильней Нежели Это Заумные Канцеляризмы Которые Не имея Когнитивных Нарушений Иногда Непонятно Что Написано Так Так Значит Соответственно Вот Второй Приказ Минкомсвязи Ну По большому счету Он С одной стороны Он Ну Не то чтобы Дублирует Он Дополняет Первый И здесь Есть Конкретные Пункты Которые По которым Минкомсвязь Не то чтобы Может А именно Будет Оценивать Обеспечение Доступности Государственных Сайтов Органов Государственной Власти Так Значит Здесь уже Рекомендуется Заменить Версия Для слабовидящих На Версия Для инвалидов По зрению Хотя Тоже Вопрос Дискуссионный И спорный Но Тем не менее Хотя бы Изменена Формировка И Это Реально Прецедент По которому Можно уже Доказать Что Специально Созданный Сайт Продолжает Быть Недоступным И просить Его Доделать Так что Он действительно Отвечал Потребностям Той группы Пользователей На которых Он Рассчитан Так И Соответственно Здесь Идет Значит Ну не текстовая Информация Дублируется Текстом Графические Файлы Должны Быть Читабельны Изменение Размера Текста Размера Текста Изменение Цвета Фона И так Далее Это 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 Меньше Необходимого Опять-таки Взято Из Руководства В ЦАК 2.0 Которому Сейчас Потихонечку С вами Переходим И вот Значит Непосредственно В ЦАК Это Стандарт Международный Сейчас Работает Версия 2.0 Первая Была Авторизована На русском Языке 1999 Год Естественно Она касалась Того Интернета И Учитывала Те технологии Которые Были На момент Написания Формулирования И авторизации Сейчас Это Стандарт 2.0 Который Учитывает Уже Новые Технологии Уже Учитывает Интерактив И Если Стандарт Первый Он был Более Жесткий Потому что Можно было Сделать Либо доступно Либо недоступно То Стандарт 2.0 Он Все-таки Больше склоняется К рекомендациям Потому что Инструментов Сейчас Очень много Это И Джаваскрипты И Аджакс И Простой HTML Тем более Сейчас Переходит На HTML5 С Четвертого И Инструментов Реализации Одного И того Очень Много Поэтому Рекомендован Конечный Результат Чтобы Было То-то Было-то-то Было-то-то А как Это Будет Сделано Это Уже Отдается На Откуп Тем Программистам Тем Менеджерам Проектов Которые Ведут Проект Ну и Собственно Гляд Тем Людям Которые Составляют Техническое Задание И В отличие От Приказов Минкомсвязи В отличие От ГОСТа Р-52-872 2012 Года В ЦАК Он Сразу Охватывает Всех Пользователей С С Инвалидностью Соответственно Здесь Нарушение Зрения Слепые 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 Нарушение Слуха И так далее И Сам Стандарт Он Опять таки Он Подразумевает Уровни То есть Здесь тоже Нету Жесткой Привязки Что Доступно Только так И никак иначе Есть Три уровня Уровень А Уровень 2 А И уровень 3 А Как Моя Практика Показывает Что Для Большинства Проектов Для Большинства Реализации Тех Винных Задач На самом Деле Уровня В 1 А То есть Минимально Достаточного Его Вполне Хватает Для того Чтобы Снять Все Ограничения Для Всех Групп Пользователей Включая Пользователей Которые Выходят В интернет Используя Мобильный Интернет Либо Планшеты Мобильные Устройства И так Далее Так И Само Руководство Оно Подразумевает 4 принципа Первый Принцип Это Воспринимаемость Второй Принцип Это Управляемость Понятность И Надежность Значит Вот здесь Вот уже Мы с вами Остановимся Более Подробно Значит К Воспринимаемости К Воспринимаемости Относятся Все Решения Направленные На то Чтобы Информация Предоставленная Через интернет Достигла Того Пользователя На которого Она Направлена То есть Сюда Как раз таки Сюда Будет Относиться То Чтобы Информация Не была Представлена В виде Графических Файлов То есть Если вы Хотите Выложить Текст Вы Не Должны Сфотографировать Там Документы Просто Разместить Его Как Картинку Безусловно Вы Такой Сайт Вы Такую Страницу Откроете Вы Текст Прочитаете Я Я его Уже Не Прочитаю То Есть В этом Случае Нужно Либо Продублировать То Что На Картинке То На Надфотографированном Отсканированном Документе Выложенном В интернет В виде Картинки Продублировать Текстом Либо Что Гораздо Проще Не делать Двойную Работу Сразу Представить В Тексте Ну Если Там Необходимо Сделать Соответствующее Соответствующее Форматирование Ну Это Как бы Уже Опять-таки От задач Проекта Зависит Сюда Относится Выкладывание Документов И В основном Всевозможных Инструкций Нормативно Правых Документов Это Вот Больше К Сайтам Органов Государственной Власти Относится Когда Выкладывается Там Приказ Письмо Закон Его Скачиваешь Это ПДФ Документ Но ПДФ Документ Без Графического Слоя То есть Опять-таки Это Просто Набор Фотографий Или Скан Копий Которые Обернуты В ПДФ Оболочку То есть Для того Чтобы Человек С нарушением Зрения Использующий Программу Экранного Доступа Прочитал Этот Документ Еще нужно Распознать Перевести В текст Опять-таки Правильным Решением Грамотным Будет Либо Делать ПДФ Версию С текстовым Слоем То есть Есть Картинка Но Есть Текст Который Доступен Программе Экранного Доступа Либо Выкладывать Сразу В текстовом Формате Ну Вот Как Например Делает Консультант Плюс Очень удобно И замечательно Это Формат РТФ И так Далее Управляемость Этот принцип Направлен на то Чтобы Все интерактивные элементы Все Ссылки Кнопки Флажки Переключатели То есть Все что Так или иначе Позволяет управлять Контентом Управлять сайтом Было доступно И доступность Здесь Заключается Не только в том Чтобы Флажки Поля Редактирования Кнопочки Были подписаны Но И то Что Чтобы Они работали С клавиатурой Очень часто К сожалению Есть Ну Опять-таки Тот же самый Вспоминаемый Сегодня Портал Государственных Всплывающий Слой С городами С регионами И выбор В этом слое Осуществляется Только мышкой Клавиатура Там не работает Вот это Неправильно То есть Все То есть Если вы можете Поставить флажок Убрать флажок Поставить переключатель Заполнить поле Что-то выбрать Из выпадающего списка И отправить Форму Используя только Клавиатуру Тогда Вопросов нет Это доступно Что касается Ссылок Меню И так далее Очень часто Сайты Которые Сделаны На Джумле Они Вот этим Страдают Там Навигационное Меню Оно Опять-таки Работает Только С Клика Мышки То есть Если я Фокус курсора Ставлю на раздел И пытаюсь Активировать его Там Пробел Эмулянтером У меня Клика по ссылке И переход На соответствующий раздел Не происходит Вот Это все Относится К управляемости Понятность Принцип Понятности Заключает В себе С одной стороны Предсказуемость Логичность С другой С другой Стороны Вот То О чем Говорилось Выше Что Относится К По приказу Минкомсвязи К пользователям С когнитивными Нарушениями Это Простота То есть Если мы С вами Открываем Сайт И его Проектируем То Наш Наш Дизайн Расположение Ссылок Должны быть Понятны Предсказуемы И На каждой Странице Сайта Если Не предусмотрено Специально Другое Блок Меню Там Поле Поиска Что-то еще Всегда Должны Находиться Где бы Мы С каком Мы с вами Разделе Не были Но эти Элементы Должны Находиться На одном И том же месте Чтобы Не приходилось Заново Изучать Макет Страницы Для того Чтобы разобраться Где Ссылки Где Реклама Где еще Что-то А где Собственно Тот Контент За которым Я сюда Пришел И Понятность Это Ссылки Должны Давать Человеку Четкое Понимание Куда Он Переходит К этому К этому Принципу Относится Очень Любимая У нас Значит Посмотреть Инструкцию Можно Ссылка Здесь Вот Ссылка Здесь Она Абсолютно Не информативна Потому что Очень часто Встречается Что Купить Можно Ссылка Здесь Посмотреть Можно Ссылка Здесь Адреса Партнеров Ссылка Здесь Получается Три ссылки Здесь С одинаковым Названием Но ведут На разные Адреса Адреса Идти 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 Только по ссылкам И Последний Принцип Четвертый Принцип Надежности В основном В основном Этот принцип Направлен На Обеспечение Безопасности То есть Владелец Должен Следить За тем Чтобы Ссылки С его Сайта Не вели На Всякие Фишинговые Пиратские Ресурсы Чтобы не было Кражи Паролей Чтобы Не воровалась Информация С компьютера Чтобы 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 То есть Это больше Такой Параметр Технический И Непосредственно К Самому Пользователю Отношения Не имеет Так И Следующее Что Хотелось бы Это Показать Как С помощью Программы Экранного Доступа Осуществляется Навигация И показать Вот то О чем Мы с вами Сейчас Говорили На Конкретных Примерах Так Интернет Кстати Я вот Забуду Спросить Интернет Есть Сейчас Так вот Давайте Сейчас Настроим Здесь Здесь пока Какие-то Вопросы Есть Пока Переключения Да Как С вами Пообщаться Я Я Тоже Ближний Андрей Зал Я К сожалению В Те Матери Не Назад И Не Очень Пока Знаю Тех Программ Кроме Выступление Будет Там Две Три Минутки Пока Выступающий Будет Меняться Подойдите Обменяемся Контактами Сейчас Проектор Подключаю Общественный Что Еще Потише Стоит Все Проектор Работает Интернет Есть Сейчас Это Специально Показываем Нет Так Зерт Альт Альта 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 Так Где Нас Кустик Так А что У меня Не Хочет Дисконнект Ну да Что Дисконнект А От Решили Пока Пострадайтесь Проскочите За Твой Помешать. Сайт как будто на хостинге отсутствует. Все, пошло. Так, можно проводочек? Ага. Да. Есть. Поискнул. Так, ну вот, собственно... О. ФСБО. ФСБО. Сейчас возьму. ФСБО. Закрыть. Развернуть. Энтер. Выход. Так, ну вот, собственно говоря, программа экранного доступа, которая озвучивает всю текстовую информацию, то есть это не график, это не то, что мне будет показано в видеофрагменте, программа мне не прокомментирует. Соответственно, само перемещение по странице, активация ссылок, кнопок и любых других элементов и навигация осуществляется с помощью клавиатуры, это в основном либо стрелки, либо клавиши табуляции. Выглядит это следующим образом. Ссылка, график. ФСБО. Вот. Значит, сейчас вот я встал на первый элемент, здесь вот вы можете наблюдать, что... Ссылка, график. ФСБО. ФСБО. То есть вот ФСБО. 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 Соответственно, он сказал, что ссылка, графика, ФСБО. ФСБО. То есть он мне показал, что это ссылка. По ней можно перейти, что это графическая ссылка, то есть там картинка и подписано, что это ФСБО. 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 То есть логотип. Поскольку это изображение не несет в себе никакой информации, необходимо здесь вполне достаточно и такого описания. Очень часто встречается, когда на логотип вообще никак не подписан, и там идет либо слэш, либо набор цифр букв .jpg, и если таких вот неподписанных картинок очень много, то соответственно непонятно, что же за этими ссылками стоит. Вот я перешел в редактор, у меня сразу активировался. Это поиск. Соответственно, вот я могу спокойно писать. Поиск, кнопка. Вот, кнопка поиска, опять-таки, она подписана. Очень часто, к сожалению, не считают нужным подписывать такие кнопки, поэтому они идут либо как button, либо как, господи, еще как-то, но не поиск, не найти и так далее. То есть, опять-таки, это идет нарушение. Но это я шел стрелочками. Теперь я вот могу идти кнопкой tab. Tab. Главное, alt 1, ссылка. Tab. Профиль, ссылка. Tab. Сообщение, alt 4, ссылка. Tab. Уведомление 2, alt 3, посещенная ссылка. Соответственно, обратите внимание, что, ну вот, одна ссылка, она у меня еще к тому же посещенная, то есть, он мне показывает, что я здесь уже был. А также, часть ссылок имеют горячие клавиши, там, alt 4, alt 2 и так далее. То есть, ну, если бы я сейчас открыл в Internet Explorer, к сожалению, этот обозреватель, с одной стороны, самый удобный в плане того, что на него ориентируются разработчики программы экранного доступа, вот это ассистивные технологии, с другой стороны, Internet Explorer отстает в поддерживании всевозможных технологий HTML5, поэтому если бы я открыл там в Google Chrome или там в Яндекс браузере и нажал бы эту комбинацию клавиш, там, alt 4, то мало того, что курсор переместился у меня на эту ссылку, он бы еще по ней и перешел. Здесь же такой вариант невозможен. Сейчас я буду открыть. Ctrl L Адреса я поиск m перед y a перед r u слэш enter m y k r u Яндекс Другой город, ссылка. Ссылка карты Ссылка словари Ссылка марки Ссылка картинки Enter Новая вкладка Значит, само чтение Само чтение контента на странице осуществляется сверху вниз Яндекс картинки Слева направо Яндекс И при разработке, при написании технического задания, при реализации очень важно отслеживать, чтобы визуально информационные блоки, то есть это блок ссылок, там логотип, меню, сам контент, подвал, где там контакты, адрес проезда, номер телефона, копирайт и так далее, чтобы визуально вот эта последовательность соответствовала той последовательности, по которой идет фокус курсора. Даже если у вас нет программы экранного доступа, вы это сможете отследить, если поместите фокус курсора в начало страницы и просто пощелкаете клавишей табуляция, перемещая фокус курсора. И вы сможете увидеть, что визуально вы задумывали, что у вас идет меню, потом, допустим, идет блок регистрации, авторизации, потом идет, собственно, тот контент, который вы для пользователя приготовили. А техническая разметка, она сделана таким образом, что идет логотип, потом идет подвал, где копирайт, потом меню, потом что-то еще. И только в самую последнюю очередь фокус курсора попадает непосредственно на контент. Яндекс. И вот здесь я хотел показать такую радость, скажем так. Это то, что удалось сделать такой компанией, как Яндекс, вроде бы казалось, казалось бы в той ситуации, где какая-либо адаптация вообще не имеет большого смысла. Значит, смотрите, сейчас я, вот у меня фокус курсора находится в самом начале страницы. Редактор. Вот, я сразу перешел в поле редактирования и, допустим, я какую картинку попробовать поискать? Есть предложение? Кого? Лису. Лису? Сейчас. Давайте кота забьем. Р. Так, сейчас у меня английский стоит. Русская. К. О. Просто одной рукой чуть-чуть непривычно набирать. Так, код. Поехали. Найди кнопка. Яндекс. Непомеченная ноль кнопка. Тип безопасного поиска. Конец баннер. Пусто. Вот здесь, кстати, есть еще такой элемент, который в руководстве в ЦАК 2.0 не предусмотрен. Это уже язык разметки WayAria. Конец баннер. Вот он мне говорит, что вот эта вот область, которая... Тип безопасного, непомеченная... Яндекс. Найти кнопка. Яндекс. Вот найти Яндекс. Непомеченная ноль кнопка. Там какая-то кнопочка вот у них неподписанная, к сожалению. Тип безопасного поиска. Кнопочное меню. Конец баннера. И это у них относится к области баннера. Пусто. Основная область. Вот. Дальше идет пометка, что дальше идет основная область. Вы этого текста реально не видите. Он... Это скрытая разметка именно для программ экранного доступа, которая подсказывает мне, на какой зоне, в каком инфоблоке страницы я нахожусь. И поскольку... Основная область. Вот. Основная область, да, то есть подразумевается, что здесь именно тот контент, который мне необходим. Основная область. Заголовок уровня 1. Результаты поиска. Ссылка графика грамм тыкает квот. Ссылка графика... У кого-то он милый, наивный. Как ссылка графика Адам британского кота в хорошие руки в... То есть вы видите изображение. Я эти изображения не вижу. Но по крайней мере, вот третья фотография, она подписана. Отдам британского кота в хорошие руки. То есть если я хочу кому-то отправить фотографию с милым котенком, то я хотя бы примерно могу выбрать ту или иную картинку, сохранить. Ну и она будет примерно соответствовать в рамках разумного и вот этого допущения моей первоначальной задумке. С одной стороны, казалось бы, зачем адаптировать ресурс Яндекс.Картинки, если слепой пользователь картинками никогда не пользуется, их нужно рассматривать и вообще слепому пользователю здесь делать нечего. С другой стороны, есть вообще масса ситуаций, когда мне может понадобиться картинка. Может быть я там не хочу кого-то привлекать для того, чтобы попытаться там своими силами сделать там поздравительную открытку и так далее. И вот здесь была реализована минимально достаточная доступность. То есть те картинки, которые Яндекс агрегирует либо там из открытых источников своего ресурса, либо вообще с просторов интернета, он не только эти картинки предоставляет там для скачивания в разных размерах и так далее, но он берет описание и прикрепляет. Соответственно, у меня уже есть выбор. Ссылка графика запор кошек болен кот. Ссылка графика дали на лапу самые светские коты. Вот, дали на лапу самые светские коты. Ну, наверное, прикольная картинка, да? То есть, ну, принцип здесь вам понятен. Теперь я вам еще один ресурс покажу. Вот тоже замечательный ресурс. Может быть, он не такой интерактивный, красивый, как хотелось бы. Пусто. Здесь вот есть заголовки. Наши сайты, заголовок уровня 4. РСС ленты, заголовок уровня 4. Наши сайты, РСС лента. Поиск заголовок уровня 4. Поиск. Тифлокомп, заголовок уровня 2. Ну, собственно, сам Тифлокомп. Общая лента новостей. Общая лента новостей. Международная научно-практическая. Ну и так далее. Дальше идут уже заголовки по новостям. Ценность этого ресурса не только в самом содержании, что здесь собрана информация по тематике компьютеры, мобильные телефоны, игры. Именно для пользователей с нарушением зрения, преимущественно для слепых. Но ценность данного ресурса в том, что этот ресурс от и до создали два слепых программиста. В создании ресурса не участвовали даже в разработке дизайна макеты и подбора цветовой гаммы люди со стороны. Вполне себе достойный ресурс в стиле текст-онли, то есть только текст. Ресурс очень популярный, ресурс цитируемый, по содержанию правильный, скажем так. И здесь всегда все работает. Поэтому, собственно говоря, это вот такие вот, можно сказать, две крайности, которые... С одной стороны, такой игрок, как Яндекс, который абсолютно добровольно в рамках своей внутренней концепции реализует доступность так, как он считает нужным. С другой стороны, вот сайт, который полностью сделан с учетом всех писанных и неписанных стандартов, исходя из тех соображений, как реально удобно и пользуются интернет-ресурсами люди с нарушением зрения. Вот. И последний такой момент, если вопрос у меня уже с временем, начинается перебор. Есть такая замечательная штука, как капча или графический код подтверждения. Он придуман и сделан для того, чтобы отсечь роботов, потому что робот не может ввести зашумленную, набор букв и цифр зашумленного изображения. Но здесь есть несколько решений. Одно из решений – это тогда, когда нет капчи, но нет спама. Это решается технически через анализ текста, который введен и отправлен через данную форму. Это трудоемко, но это работает, и через такие формы реально отзывов гораздо больше, чем если есть капча. Второй момент, самый печальный тогда, когда есть капча, когда для того, чтобы отсечь максимальное количество роботов и очень умных роботов, ее делают очень зашумленной, и даже люди с нормальным зрением несколько раз вынуждены менять изображение, пока не увидят, что на картинке изображено. Третий вариант – это тогда, когда есть графическая капча, но есть альтернатива. И чаще всего альтернатива бывает звуковой, когда прочитываются буквы, цифры, там есть тоже элементы зашумления. Но здесь есть два момента. Первый момент – когда в русскоязычном сегменте используют англоязычную аудиокапчу, не все знают английский язык, не все могут быстро сориентироваться и на слух перевести с английского на русский, ввести эти цифры. С другой стороны, есть пользователи, которые, помимо нарушения зрения, имеют нарушение слуха. И это не обязательно слепоглухие. У кого-то слух снижен, у кого-то снижено распознавание при зашумлении. Поэтому, если вы делаете капчу и делаете как альтернативу аудиокапчу, это не значит, что ваша форма доступна и через нее пройдут все, кто хотел бы пройти. Есть такие элементы, как математические, впишите сумму двух и трех, Но при этом решения выпадают те пользователи, у которых окалькулея, проблема с математикой и так далее. То есть самое правильное, это сделать форму без капчи через анализ текста и срезание спам писем уже программно внутри сайта после нажатия кнопки отправить. Ну вот, если коротко, то у меня все. Если вопросы какие-то есть, я отвечу. Если хотите посмотреть какой-то ресурс прямо сейчас, ну так быстренько, то пожалуйста... Тогда всем спасибо. Есть? Скажите, пожалуйста, чтение экранного доступа, он доступен для любого человека, я могу поставить себе такой ответ? Значит, понял. Вот то, что вот в данном случае сейчас у меня разговаривает, это программа экранного доступа JOS, она коммерческая. Вы можете ее себе поставить и посмотреть, как она работает в демо-режиме 40 минут. НВД, да, она бесплатная, у них разный функционал. На НВД я не могу сделать то, что я могу сделать на JOS. Вот вопрос, когда учиться, пользоваться программой. Значит, вот... Глава учились в МФУ, и программа есть, а дальше методом тыка. А здесь, с одной стороны, здесь все ровно то же самое. Программа есть, методом тыка. Другой вопрос, что вот на сайте teflacomp.ru, в разделе документы... Сейчас... Компьютерная технология для изра и пусто. Заголовок уровня 4. Сейчас, секунду, я даже покажу сразу, что я снимаю. Главный этап о сайте ТАП. Новости ТАП. Документация О3, ссылка. Вот, документация. Энтер. Здесь есть... Пусто. Масса уроков. Заголовок. Самоучителей. Наши сайты заголовок. РСС. Документации. Статист. Заголовок. Список из 11 или 1. Ссылка изучаем Microsoft Windows 7 и Microsoft. Вот, есть вот, изучаем Microsoft Windows 7. Очень неплохой самоучитель, 36 уроков, который был разработан и записан в Перми. Виктором Алексеем и... Не помню, там, кто у него в савторах. В MP3 уроки, там, 36 уроков можете скачать и там... И объяснений, и то, как говорит программа экранного доступа, и как... То есть, что нужно нажать, чтобы достигнуть этого результата. То есть, этих материалов, на самом деле, очень много. Скажите, а по НВДА такого самоучителя? По НВДА... По НВДА я встречал самоучитель, это... Я сейчас не помню автора, Сергей, фамилию не помню. Он в интернете под ником Zorro. Вот он записал по НВДА свой самоучитель, то есть, ну, как он себе представляет. Этот учебник есть на сайте av3715.ru. Это... Av3715.ru. Это туда... Чтобы получить доступ в эту библиотеку, нужно записаться в библиотеке слепых, быть зарегистрированным, и попросить их, они выдают логин и пароль на вот этот сайт. Сначала там записано, вам можно позвонить? Да, вы можете... Если там записано, вы можете позвонить и, соответственно, попросить вам дадут логин и пароль. И там эта аудиокнига, ну, аудиосамоучитель в формате LKF для Тифло флэшплеера. Тифло флэшплеер выдается по индивидуальной программе реабилитации через EPSS без... Он инвалид ЦРП и не видит. Или виллы здесь такие? Все, я вас понял. Если вы оформляете инвалидность слепых, мы теряем инвалидность... Я вас понял. Я вас понял. У нас общество слепых не берет на реабилитацию, допустим, по самому учебу. Может быть, может, я понимаю, можете спросить в библиотеке слепых, может, они на прокат дают. Раньше давали магнитофоны на прокат. Ладно. Вот, то есть, как бы, в принципе, эти вопросы, они решаемы. Механизмы... В общем, мнение каких-то таких вот странных понятий. Кому нужно вот это от себя? Ну, это не... Это не завиды, но это логика общества слепых. Давайте мы сейчас не будем... Да, потому что это не в рамках... Малаболка, это что такое за программа? Малаболка, это программа для чтения книг в... То есть, это программа, в которой открывается текстовая книга, электронная книга в текстовом формате, и уже в рамках этой программы она читает. Короче, это уже, чем НВД. Нет, это разные вещи. НВД, это программа экранного доступа. А балаболка, это программа, в которой есть функция чтения внутри себя. То же самое, как я могу... Если у меня правильно сделанный PDF-документ с текстовым слоем, я могу его открыть в Adobe Reader, и там в меню у меня есть начать чтение. И он мне будет прочитывать PDF-документ сверху вниз своими силами, без моей программы экранного доступа. Это, ну, принципиально разные вещи. Короче, а где можно всем этим кто-то системно обучать? Я понял. Это частный вопрос. Нет, я думаю, что мы отдельно с вами за рамками. Хорошо? Все, еще вопросы? Сейчас, один момент. Выбор голосовой саппи 5х6 в Маймо. Это другой синтез речи, это Маймаус. Он, ну, более быстрый. Ну, как бы, здесь у него есть свои достоинства. Это, что называется, привет из 90-х. Разработан лабораторией МГУ. Ну, в свое время заброшенный, но умельцами он доведенный до ума. И сейчас он работает, ну, под Windows 10 не знаю, но сейчас вот есть версия 32, 64 бита. Ну, к нему нужно привыкнуть, но он, в отличие от того, что я показывал, если там максимально приближенный синтез речи к человеческому, то здесь по, ну, если я не ошибаюсь, тут я могу быть не точен, тут по фонемное произношение, то здесь я на слух могу даже услышать орфографические ошибки. Тогда как вот эти вот синтезы речи, которые максимально приближены к человеческому, там, если я напишу корова и корова, у меня одинаково корова и произнесет. Вот. Здесь же будет разница слышна. Понятно. Спасибо. 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 Спасибо.